и снова здравствуйте всем привет и так давайте попробуем сделать значит одежду нашему персонажу зевсу это значит опять же текстура вот по этой текстуре и будем делать делаем прозрачность так подставляем на нашего персонажа z отключаем видимость нашего глаза alt левая кнопка мыши переносим подгадываем так это где-то будет ну вот так вот так даже можно немножко уменьшить нет чуть-чуть прибавим где-то вот в таком духе вот видите еще нужно будет потом уменьшить голову слишком большая голова так ну тут будет два способа или скульптить или значит моделить моделить я значит не могу z модельер я плохо знаю значит будем скульптить аппенд добавляем цилиндр альт левая кнопка мыши нажимаем на цилиндр теперь включаем gizmo значит уменьшаем все это дело и тут какой вопрос можно делать несколькими значит этими цилиндрами да тут значит плюс ним чуть-чуть его подгадаем по нашему значит персонажу именно по грудине не смотрим пока как и на задний план так теперь значит выбираем кисточку мог топологи и без симметрии можем все это дело вот сюда вот так натягивать вот таким вот образом до конца можно не тянуть на плечо просто делаем боковую эту штуку потому что сейчас я вам покажу у нас получается вот такая вот сетка она тут изменяется ее тянуть очень легко вот таким вот образом потом все здесь еще уменьшится кое-что добавится так это вот первая стукенция так то же самое можем проделать продублировать так вот эту часть мы можем просто control shift trimrack потом удалить но сначала дублируем у нас получается еще один значит вот такой вот такая вот заготовка теперь мы можем ее немножко еще увеличить так вот у нас тут уже есть переход конечно он чуть-чуть хреновастенький ну в принципе он нормальный вот мы вот чуть опускаем подгадываем теперь под эту штукенцию вот так вот ну потом не без этого может еще проскульптим тут shift он тут можно выгладить нам понравится вот этот кант и вот этот вот переход его можно еще немножко натягивать потом он будет дорабатываться так следом делаем еще дубликат и делаем третью складку чуть-чуть прибавляем вот таким вот образом так значит что shift z смотрим что у нас получилось вот у него раз-два и значит три и четвертая еще штука идет значит делаем дубликат опускаем по самые ноги здесь уже можно немножко или растянуть или уменьшить ну вот у нас получается вот эти три складки так вот таким вот образом можем все это дело компоновать упаковывать alt левая кнопка мыши переключаться на другую складку здесь ее чуть-чуть подтягивать чтобы получился вот такой вот мягкий переход так здесь теперь у нас здесь уход на спину значит alt левая кнопка мыши здесь тоже самое уже компонуем делаем ее поменьше вытягиваем чтобы был сам кант можно сделать лицевую вот эту часть и просто отзеркалить как вариант так здесь у нас идет теперь она пониже поменьше так вот таким вот образом можно немножко припадать так здесь тоже можно поменьше и вот эту часть можно чуть чуть повыше чтобы три были маленькие как бы части да а вот эта часть будет у нас прям побольше тут чуть чуть еще под надуваем делаем такой более такой мягкий скос вот у нас получилось вот такая заготовка так теперь убираем лишние детали это вот вы видите что сильно многовато у нас должна получиться как бы ровная вот это не как бы ровная вот эта часть значит нижнюю еще часть можно больше вытянуть больше где-то убрать эти складки тоже можно побольше натянуть поубирать но опять же можно все это дело отзеркалить так давайте знаете как сделаем это все прикольно делаем теперь merge down always ok ok вот у нас теперь цельный mesh но у нас все равно разные полигруппы и вы видите что если я буду тянуть какую-то деталь то это будет первая деталь тянуться вторая вот это хорошо если вот что-то тут регулировать подкорректировать вот допустим геометрии попробуем модифит аппологи отзеркалить так не по иксу а control z x отключаем и по z по моему вот вы видите что сзади у нас тоже выровнялось нам теперь нужно немножко все это дело подтянуть где-то растянуть где-то опять подтянуть где-то опять растянуть и получается вот такой персонаж можно его сделать поуже прикольно все зашибись так делаем теперь всему этому делу так можно конечно отключить теперь персонажа давайте отключим персонажа это alt левая кнопка мыши отключаем глаз переключаемся только на нашу вот эту заготовку так теперь немножко еще ее корректируем так поднимаем вот эту часть повыше поближе значит полигоны чтобы потом когда они объединятся вот это все дело значит нам не мешало ну вот что-то в таком духе получается теперь делаем всему этому делу дайна мэш желательно побольше полигонаж это сильно будет наверное а не 909 тысяч полигонов вот складки уже есть если сейчас ctrl z делаем ctrl d ctrl d вы видите все становится помягче дел лоуэр удаляем дивайды и теперь дайна мэш ну чуть чуть можно поменьше 500 тысяч полигонов допустим так выходит у нас вот такая штука теперь клей билдап заходим в браш находим автомаскинг находим баг фейсмаск уменьшаем нашу кисточку уменьшаем интенсивность до двоечки так и вот добавляем значит тут эти все где-то шифтом можно потому что уже сделаны склейка склейка побольше этих складок компонуем выглаживаем ну первоначальные желательно аккуратненько оставлять так вот эти то что вот видите большие углы я их специально так оставил еще вот сейчас здесь добавлю дополнительные для прикола такие складки все это потом выгладится и потом все это переработается значит в сетку другую и будет у нас прикольная штука так здесь добавляем вот эту массу потому что здесь потом будет значит у нас плечо так так тут тоже докидываем делаем его округлей и пышнее потом все будет натягиваться вытягиваться словом все будет зашибись так здесь тоже потом отзеркалим так что заднюю часть можно не делать делаем shift выглаживаем выглаживаем control левая кнопка мыши снимаем делаем еще раз динамеш теперь делаем мофт apology где-то что-то подтягиваем натягиваем чтобы полигоны склеились еще раз выглаживаем вот так вот ну а теперь самый прикольный момент control ставим backface mask чтобы маска не рисовалась у нас полностью насквозь а только по верхним полигонам маскируем первую вот эту часть теперь control проводим по вот этой части по горбине проводим вот таким вот образом все это дело маскируем так здесь маскируем заднюю часть вот эту и вот эту вот боковушку внутри вот эту вот желательно чтобы ее не было только проходим по верхним по канту потом верхней придется немножко пролепить ну и control домаскируем вот эту всю часть а здесь уже control alt можно чуть-чуть выемку сделать помягче поприятней получилась вот такая заготовка теперь делаем саптулах делаем экстракт смотрим что у нас она сейчас покажет это слишком толсто нам толстую не надо штукенцию делаем экстракт вот еще раз так это сильно мало потом будут рваться полигоны еще раз подгадываем вот это но they are good все что здесь вот порвано где-то видите не дорисовал все это сейчас будет перерабатываться control снимаем маску находим в геометре находим ZRMesh полигонов ставим чуть-чуть побольше симметрии не должно быть перерабатывается вот в такую значит сетку наша вот эта заготовка теперь чтобы не было каких-то там волосий там или еще что-то мы ее просто отзеркалим сделаем mirror так опять включилась по иксу сделаем mirror вот у нас уже вы видите что никаких порывов нет где-то вот эту верхнюю часть можно выгладить вот она станет тоньше и приятнее глазу так теперь сетка у нас смотрите какая вот такая прикольная сетка которую можно нормально значит уже как передвигать где-то уплотнять ну давайте вот попробуем раз сделать ее допустим потоньше вот так вот ну выглаживать не надо видите она расползается ctrl d ctrl d ctrl d можно добавлять дивайды и теперь работать еще кисточкой можно у нас включена значит багфейс маск для чего для того чтобы у нас не трогала внутреннюю внутреннюю часть вот теперь когда мы будем работать возможно где-то на уменьшить через alt убрать вот эту вот толщину вот чуть-чуть так раз сделать более поровнее потом здесь тоже часть немножко по правильной формы сделать потоньше вот видите уже она тоньше получается вот это горб мы можем сейчас смело все это дело выглаживать и у нас сетка уже ну как не расплывется не поломается но когда мы уберем понизим дивайды вы видите что все стало ровненько хорошочка итак плащ готов теперь давайте посмотрим как будет выглядеть значит вот это вот висюлька вот это как ее можно сделать не моделируя добавляем аппенд добавляем цилиндр так цилиндр уменьшаем так подгоняем к нашему персонажу можно где-то чуть-чуть его сплюснуть не сильно так где-то растянем так сделаем ctrl-d 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 чтобы все было помягче теперь ctrl-левая кнопка мыши маскируем вот такую вот заготовку делаем ему экстракт делаем ацепт снимаем выделение пока цилиндр отключим вдруг косяк какой-то будет толщина в принципе пойдет но сначала делаем давайте сразу dynamesh чтобы сетка не портилась все это дело можно теперь выгладить потом можно будет еще выгладить сделаем ее потоньше так заготовка есть теперь нам нужно сделать дубликат вытащить вниз вот эту штуку перекрутить подогнать значит где-то наверное так где-то вот наверное так что там получается треугольник треугольник ага так как-то вот так теперь вот эту штуку можно trim curve значит отсобачить включить нашу вторую заготовку ну в принципе нормально да вроде бы они вместе так теперь делаем нижний еще раз дубликат внизу подокон лед вытягиваем мофт ополоджи кисточку прям побольше нижнюю тянем так нету тяну control z верхнюю на подтянуть чуть-чуть верхнюю сюда сейчас мы потом с плюс ним shift так эту штуку значит сюда повыше теперь выбираем эту штуку вот эту штуку сюда повыше эту значит как-то и у нас должна получиться здесь волна волна получается только теперь вот эту штуку водим можно потом конечно обрезать давайте обрежем так и еще тот часть дублированную опускаем вниз раз мы и опустили вниз то у нас получается так что у нас получается так получается бугор и получается второй бугор дэн шишка есть она должна быть поменьше так через аль тут эту штуку надо делать поменьше shift z так чуть-чуть я сплю с ним это будет маленькая штука волна пошла и волна так что то я не втяну пошла волна пошла волна еще раз волна так ее нужно z перекрутить вот так вот теперь сделать еще один дубликат оттянуть и подкрутить значит вот сюда ну как то так то так теперь компонуем эту штуку плюс ним уведем вот сюда эту штуку control shift от собачьим угу 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 на изначальную, так теперь получается пошла волна так, это поднимается, это нижняя опускается так, это у нас так а это срезается а ну-ка ну-ка вот такая заготовка получилась сейчас опять сохранюсь и будем ее выкручивать так, это файл save as третий сохранить, дайм теперь изначальную delete она нам не понадобится а эти merge down объединяем пробуем теперь пробуем теперь все это дело под укос поставить ага ого ну-ка 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 Продолжение следует... 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 Чуть-чуть получится подкрутить. Продолжение следует... Так, теперь делаем Dynamesh, смотрим, что получится. Так, выглаживаем все и сейчас посмотрим, как это все у нас пролепится. Да, тут поменьше кончик, можно быть поострее. Никто же не говорит, что прям один в один надо, да? Конечно, смоделировать было попроще. Ну, ничего. Тут надупость дадим. Оп. Так, это многовато. А ну-ка, Dynamesh. Что-то он не склеивает ее, походу. Ну, Ctrl W. О, склеил теперь, по-моему. Продолжение следует... Так, еще раз Dynamesh. Что-то хреновасто она тут. Так, ладно, теперь сделаем Zermesh, уменьшим полигонаж. И уже с низким полигонажем попробуем все это дело обыграть. Так, как она будет выглаживаться? Ну, вот уже на низких полигонах она начала работать. Так, вот эта задняя часть нам, в принципе, не понадобится. Я ее хочу объединить с нашей вот этой Ctrl D. Добавим полигонажа. И дадим ей вот эту вот... Как бы такую надутость. Так, вот полигонажа. Так. Так, кисточка стандарт. Через alt немножко такие сделаем как бы вмятины. Так, смотрим теперь, что у нас получается. Перекручиваем нашу вот эту заготовку, уменьшаем, подгоняем ее к нашему персонажу. Так, чуть-чуть расширяем, чтобы побольше было. Так, поменьше, наверное, все-таки раз. Делаем еще немножко скайл. Докуда она достает? До колена. Вот где-то тут она и должна быть. Чуть-чуть перекручиваем, уводим на бок. Так, кисточку теперь побольше. Мофт Apology и пробуем ее как бы выровнять, да? Так, это уходит на плечо. Здесь мы поднатянем наш вот этот, значит, комбинзон. И он потом при склеивании все это дело соединит. Так, есть такое дело. На плечо. Вот. Так, shift Z. А ну-ка. Ну да, вот так она косиной идет. Какая-то побольше. Это вот в этот завалют. Это, значит, поровнее вниз уходит. Угу. 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 Так. Ctrl Z. Немножко ее бы под надуть и завести еще побольше нашего персонажа, чтобы не было прорех. прорех так и вот здесь вот уже не есть good уводим в бок здесь вот не получается придется вот эту смотку еще больше сюда натягивать но это не есть хорошо будет так вот как-то наверно вот так вот сбоку здесь видно что поднадуем здесь массы чтобы потом она более-менее смотрелось нормально и не было дыр чуть-чуть повыглаживаем и моста пользуют эту штуку вот этот хвостик чуть-чуть книзу вперед чтобы его было видно тогда значит платье еще немножко подтянем к нашему от этого у нас у нас и тряпки шрифт z так это большая часть а это правильно она уходит вниз вот сюда раз здесь так теперь open добавляем цилиндр делаем control d control d уплотняем перекручиваем делаем мускайл и закрываем нашу вот эту штык так и по моему надо чуть поменьше и под надуть чтобы был потолще такой помощнее так ну а нашу вот эту тряпку заводим чтобы было видно что она прилегла так и так 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 ну в принципе чем прикольно чуть долепить чуть облагородить где-то какие-то складки добавить будет нормально давайте теперь голову ему подгоним так shift так z переведем нашего персонажа поймаем его да что мы сегодня все не туда нажимаю так подгоняем по бороде выбираем нашу голову и значит делаем скрайл делаем z делаем прозрачность побольше и так уже будет получше борода побольше так чайник еще вытянуть так или наверно не все-таки вытянуть поднимаем не не поднимаем на просто вот эти части натягиваем значит на нашу анатомию шею натягиваем округляем вот вот а и и и и и и и и и так будет на как бы по правильнее ну да уже вроде голова попадает все нормально так ну это референс референсом конечно у нас тут по глазам и и и и и и и ну что то в этом духе на ну вроде бы прикольно так ну вот такой результат значит вот такие вот шмотки получился вот такой вот гражданин все всем пока до свидания и и и и и и и и и